Более 70 детей из 29 школ города приняли участие в высадке растений, посвященной юбилею центра. Уже долгие годы это место собирает самых любопытных учеников курорта. Тут дети познают природу во всем ее проявлении, высаживают растения, ухаживают за ними и за экзотическими животными питомника. Это любимое место для сочинских детей за эти долгие годы существования. Именно здесь они знакомятся с природой нашего города. На территории эколого-биологического центра можно увидеть все растения и он ничем не отличается от любого парка города, куда можно прийти и познакомиться с этими растениями. Здесь есть животные, за которыми ребята с удовольствием ухаживают. Эколого-биологический центр проводит экскурсии для школьников, куда они могут прийти в любое удобное время, посмотреть, посетить, попробовать себя в любом деле. Перед посадкой небольшой мастер-класс от бывалых ботаников. Субтропические мандарины и киви очень прихотливы, требуют бережного отношения. Ученики сочинских школ уже давно занимаются высадкой деревьев и кустарников и не только на территории ЭБЦ. Полученный тут опыт они выносят в город, считая, что Сочи всегда должен быть зеленым. По моему мнению, деревья лучше высаживать чаще. Во-первых, они приносят нам пользу, дают кислород, поглощают углерод. Во-вторых, чем чаще сажать эти деревья, тем красивее будет наш город. Всего же школьники высадили сегодня 25 кустов мандаринов и 12 саженцев киви. Обещали за ними следить. Плодоносить растения начнут еще не скоро, но при должном уходе сроки можно уменьшить. Мы надеемся, что первый урожай появится на нашем веку, то есть когда еще мы здесь будем работать все-таки. Поэтому все-таки в ближайшие лет 5-7 ждем. Судтропический сад украсит территорию ОБЦ и добавит колорита. А самое главное, что сегодняшние школьники через много лет смогут привезти сюда своих детей и показать плоды своей деятельности. А своему юбилею экологобиологический центр подготовил массу мероприятий. Так одним из них станет мастер-класс по экибане. Он состоится в пятницу в ТРЦ Моремол. Игорь Кырпа, Михаил Дубини, телекомпания ФКТ.